МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир первого Ярославского продолжает проект в тему в студии Дарья Носовская. Сегодня у нас в гостях Галина Пенягина, директор Департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области. Галина Александровна, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос. Начало 2020 года связано с серьезными испытаниями для бизнеса, остановкой работы производств в разных странах мира. Как ярославский бизнес прошел этот этап и насколько сильно это повлияло на планы развития предприятий? Действительно, пандемия и те мероприятия, которые проводились во всех странах мира по ограничению распространения пандемии вызвали очень серьезные изменения в мировой экономике. Останавливались предприятия, были закрыты границы, невозможно было перемещаться и изменилась логистика по грузопотокам. И это было в определенной степени испытанием для бизнеса. Испытанием на прочность, испытанием на конкурентоспособность, испытанием на возможность быстро реагировать на кризисные условия и искать в этих кризисных условиях возможности для развития. Да, именно так. И то, что было приятно, что многие предприниматели ярославские восприняли это время как время для открытия новых возможностей для роста. Действительно, часть предприятий столкнулись с тем, что падение цен на нефть, закрытие производств в Европе, закрытие производств в Китае вызвали падение и спроса на продукцию, которую предприятия производили. Приходилось перестраиваться, быстро перестраиваться, открывать для себя новые рынки. Кто-то справился, кто-то сейчас преодолевает последствия этого кризиса. Но то, что это время для нас было в определенной степени временем возможности, это тоже стоит признать. Если хотим выжить и идти дальше, без экспорта никуда. Торгуем в Китае. Очень сильно смотрим на Индию. С Индией пока ведем переговоры. И на подписание у нас контракт с Америкой. После пандемии наступит другой кризис. Не сразу он там придет, через год, через пять лет. Тут к кризисам надо готовиться заранее. И чем больше география, континенты, страны, тем легче проходить вот такие тяжелые времена. Ряд предприятий на самом деле не остановили развитие инвестиционных проектов. Их реализуют. И ряд предприятий эти инвестиционные проекты ориентируют теперь уже на новые рынки, в том числе и внешние рынки. Многие страны мира стараются удержать производство целиком у себя. Так называемая локализация. Насколько это интересно ярославскому бизнесу? И какие меры поддержки есть у нас в России и в регионе? Вы знаете, действительно, каждая страна стремится защитить прежде всего свой внутренний рынок. И меры по защите своего регионального внутреннего производителя применяются практически во всех странах. И приоритет отдается в первую очередь производителю, который реализует производство внутри своей страны. В частности, мы знаем такие программы, как Made in India. И индийские производители в первую очередь на торгах выигрывают поставку продукции. Для внешних производителей реализуются программы поддержки по локализации производства. И эти программы поддержки очень существенно и дают налоговые льготы. В этом направлении крайне интересна та программа, которую сделало правительство Российской Федерации по российской промышленной зоне в Египте. Египет имеет соглашение с более чем 70 странами, в том числе страны Африканского континента. И локализация производства внутри российской промышленной зоны в Египте дает возможность серьезных налоговых льгот при поставке продукции в эти 7 стран мира. Это очень большие рынки. Правительство Малайзии сейчас реализует порядка 20 особых экономических зон. И программа поддержки производства в этих особых экономических зонах позволяет 10 лет иметь нулевые налоги для тех производителей, которые организуют там производство. Безусловно, наши телезрители, вы зададите мне вопрос, зачем это нужно ярославским производителям, мы теряем рабочие места. На самом деле мы сейчас отрабатываем с рядом наших предприятий возможность частичной локализации конечного технологического цикла в стране присутствия, например, в Малайзии. Что означает то, что высокотехнологичный этап реализуется здесь, в Ярославле, а потом крупноузловая сборка происходит на площадках производственных индустриальных парков в Малайзии, например. И это дает возможность выходить на все страны Асиан с объемом рынка более чем 3 триллиона долларов. Это огромные рынки. И, несомненно, это дает возможность дополнительной загрузки производства здесь, внутри Ярославля. Дает возможность, получая те дополнительные доходы, которые есть, их фактически инвестировать в неокры, разработку новых технологий. Безусловно, нельзя компании сейчас ориентироваться только на внутренние рынки России. Необходимо для себя развивать стратегию присутствия в внешнеэкономических рынках. Понять те рынки, которые для нее сейчас могут являться конкурентоспособными. Где она может быть компания, естественно, может быть конкурентоспособна и может зарабатывать существенные доходы, реализуя свою продукцию, свои компетенции и возможности. В конце прошлого года состоялся официальный визит делегации Ярославской области под председательством губернатора Дмитрия Миронова в Японию совместно с делегацией предпринимателей региона. Есть ли уже сейчас какие-то результаты и что удалось достичь? Наверное, не самый большой длинный срок прошел с момента нашего визита с бизнес-миссией в Японию. И, безусловно, Япония – это премиальный мировой рынок, на который достаточно сложно войти. И на тот момент, когда готовилась бизнес-миссия, многие предприниматели достаточно скептически относились к тому, что можно конкурировать с японскими производителями. Но первый результат, который мы достигли уже там, находясь на площадках переговорных и презентационных в Японии, это понимание того, что ярославская продукция, российская продукция может успешно конкурировать. И у нас есть и технологии, и продукт, который может быть представлен на японском рынке. Это и в области пищевой технологии, и в области производства. Сейчас один из самых ярких результатов, которых можно уже отфиксировать, это развитие поставок продукции нашей ярославской компании «Паритет» по оставке подводного велосипеда «Сибайк». Это возможность развития нового вида спорта теперь уже на площадках в Японии. И не только в Японии уже пошли поставки в страны «Асиан». И это первый результат, тот, который можно сказать, что это уже контрактные поставки. Другие предприятия, которые принимали участие в бизнес-миссии в Японию, по части предприятий были найдены технологические партнеры, которых было не видно, находясь здесь, в Ярославской области. По части предприятий сейчас перестроено производство и организовано производство продукции под те типы размера, конкретно по фанере, я сейчас говорю, которые востребованы в Японии. И прорабатываются, ведутся сейчас переговоры по поставкам продукции в Японию. Сейчас организуется производство кондитерской продукции, конкретно под потребности Японии. Отдельно хотелось бы сказать, что вкусовые предпочтения, которые есть у японцев, они отличаются от наших российских. И это будет производство, которое будет ориентировано, безусловно, на японских жителей. Мы поддерживаем стратегию правительства Ярославской области развития экспортного потенциала предприятия. И совместно с Владимиром Джао мы планируем начать поставку новой продукции в Японию. Это сухофрукты в шоколаде, специально разработанные для жителей Японии. Для нас это новый вызов, новая точка роста и международное признание. Мы сейчас ждем, когда будет завершена наладка производства по судостроению, конкретно под потребности Японии. И да, действительно, мы можем конкурировать, как оказалось, в том числе и в отрасли судостроения, предложив наши новые технологические решения. Я считаю, что, в общем-то, тот небольшой срок, меньше года прошло, с того момента, как у нас прошла эта бизнес-миссия, это достаточно хороший результат, который внушает определенные надежды. Буквально в мае месяце у нас прошла по видеоконференц-связи еще одна бизнес-миссия в Японию, такой некий новый формат. И в том числе в рамках этой видеоконференции были представлены и решения креативных индустрий, которые есть в Ярославской области. И в частности, модные предложения по рынку, шоу-рынку дизайнерской одежды, например. С марта этого года закрылись границы большинства стран мира. Как сейчас бизнес ищет партнеров за рубежом и чем помогает правительство Ярославской области? Действительно, границы закрылись. Действительно, часть предприятия остановила свое производство и деятельность. И люди были вынуждены оставаться дома. Но это послужило и в свое время толчком для развития цифровых технологий. И надо отдать должное, что достаточно быстро был предложен формат цифровых бизнес-миссий, цифровых мастер-классов, конференций, акселерационных программ для развития внешнеэкономической деятельности. Та система торг-пред, которая работает у нас по большинству стран мира, это российские торг-преды в стране присутствия, активнейшим образом включились в поддержку наших предприятий. И бизнес-миссия организуется как привлечением бизнеса с той стороны, когда торг-предства фактически за предпринимателей, под их запросы ищут партнеров и выводят их на переговоры. Так и, соответственно, получают запросы от наших предприятий по сбыту продукции. Заполняя те или иные электронные формы, предприятие фактически отправляет зарпрос и получает некого коммерческого партнера в лице торг-предства в стране присутствия. И этот формат в цифровом таком моменте общения позволяет охватить значительно больше стран мира. Потому что один, наверное, из первых самых интересных форматов, который у нас прошел, на площадке присутствовало одновременно шесть торговых представителей России в разных странах. Это были и африканский континент, и азиатский континент, Индия. И, соответственно, каждый торговый представитель смог рассказать нашим предпринимателям, какие необходимые особенности учесть, какие есть требования к продукциям, к технологиям, которые применяются в стране присутствия. И выстроить прямое общение с нашими предпринимателями по тому, чтобы быть помощниками, своеобразными коммерческими партнерами по сбыту продукции в стране присутствия. Очень интересный формат, который, в принципе, предприятия сейчас активнейшим образом используют. Галина Александровна, благодарю вас за интересную беседу. А я напоминаю, гостем в студии была Галина Пенягина, директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области. Это был телепроект «В тему». В студии работала Дарья Анасовская. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова